ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чём вы хотите в чат рулетки пообщаться? Рулетки пообщаться. Могу я с тобой пообщаться. Ну не с тобой, конечно. Я говорю о чём. Ты говорю о чём. О чём? Да о чём-нибудь. Ты о чём общаешься? История, политика, война. Политика, война. Ну давай о войне. Ну войны нету, спецоперация. Ты... Называй как хочешь, это не меняет того факта, что это война. Война. Война была бы, вам п***ь да было бы. Да мы уже это два года слышим. Уже это два года слышим. Два года. Мы только нынче зашли туда. Куда нынче зашли туда? Куда? Ну мы на спецоперации только нынче зашла. Что ты рассказываешь? Вы уже почти два года с нами воюете. Воюете? Да. А я из 14. Это если говорить о полномасштабной войне. А если смотреть еще период вообще всего, всей российско-украинской войны, когда вы ссыкливо пытались свое присутствие замаскировать, то война началась 20 февраля 2014 года. Дура. Ну ты дура. Да, ты дура. Не, говорю, да, с 20 февраля 2014 года. Ты же оскорбляешься. Дура, говорю, это та, кто тебя ждет. Или вот это твой напарник дура. Че ты сразу начинаешь оскорбляться? Или ты не согласен с этими фактами? Если ты не согласен, как-то аргументы приводи. Че ты же обзываешься, как животное? Аргументы, да, еботер. Хоть какой-то приведи. Какой-то приведи. Какой, еботер. Что ты, блядь, сидишь в долгах без света, без газа, без ху**а, блядь. Сидишь, блядь, в очко долбишься, блядь. Аргументы. Да. Да. В Америке сосете, хули да-то, блядь. Манда, блядь. Хорошая. Ты же в Америке сосешь, еб**ь. Да. Да, а у тебя вопросы какие-то? Вопросы какие-то? Да, сосешь в Америке. Да, а у тебя вопросы какие-то? Русские. Здрасте. Здрасте. О чем общаетесь? Обо всем. Обо всем? О, супер. Давайте расскажите мне, почему в России не меняется власть уже столько лет? Почему в России нет оппозиции? И почему у вас стабильно растет преступность и уровень жизни падает? Помедленней. Давай с первого. И не сразу столько много вопросов. Понял. Первый вопрос. Почему у вас не меняется власть? Ну, потому что у нас нормальная власть. Что значит нормальная власть? Ну, у вас, я тогда правильно понимаю, у вас страна авторитарная? Или у вас Путин царь вообще? Как у вас? Да не авторитарная, а че, почему? Почему авторитарная? А потому что у вас вся власть фокусирована в руках одного человека, ну или группы лиц каких-то. Одной партии, как хотите. Не знаю, выбираем. Кого вы выбираете? Голосуем. Где вы голосуете? Ну, где? На избирательных. За Путина голосуете? А почему нет? Понял. Ну, вот смотри, ну, вот вы, а че, а че вы там выбрали? Что захотели, то и выбрали. У нас хотя бы власть была. Ну, ну, то и получили. Что? Что вы получили? А что мы получили? Что вы получили? В кожаных применях. Ты же расскажи, что мы получили. Что у вас там танцевало в клипе? КВН-чика вы получили. И что? Ну, что у вас президент? Да, и что? Да. Ну, а что у него? Образование? Образование и? Ну, кто? Какое у Путина образование? Да у него хорошее образование. Он КГБшник бывший. А образование какое у него? Он учился где-то, какое образование у него? Ну, вообще-то КГБшники учатся где-то. На кого он учился? У него по крайней мере... Ну, кто он? Да какая разница, на кого я тебе, че? У твоего Путина образования нету, он нигде не учился. Ну да, я и тоже думаю, у КВНщика тоже охуенное образование. А у Зеленского нету образования, по твоему мнению? Ну, наверное, есть, он же там какой-то институт заканчивал, он же в КВНе играл. Они же все от институтов или там университетов. Я понял, ну ладно, все, смотри, а давай теперь вот какую-то более интересную тему обсудим. Вот допустим, смотри, вот мы себе выбрали КВНщика, да? Я тебе скажу больше, мы когда-то, у нас когда-то, там в 2010 или 2011, блин, не помню когда, ну короче, мы когда-то выбрали по приколу зэка себе. Ну нас тупо страной зэк управлял, прикинь. Вот такая демократия в Украине. Кстати, КВН... Это кто, Ющенко? Ющенко у вас был? Не, Янукович. Так вот... Янукович? Ну и что, и как вы там жили при этом зэке? Плохо жили, хуже. Так вы, получается, когда ушли от Советского Союза, вот, от СНГ, да, отсоединились, а когда ушли, так вы все хуже и хуже жили, все хуже и хуже. Да, мы нормально жили, смотри, у нас... У вас просто... Ну, помолчи, я тебе расскажу, расскажу, а потом... Ну, ладно, давай, рассказывай, да, да. Да у нас просто жопа, блин, я тебе говорю. Люди вообще бедные ходят, то ли дело вы, блин. Самая богатая страна в мире. Дам не Iraga, дам не дам. Здорово? Да, здрасте. Да, здрасте. Как здесь? Жизнь классно. А ты откуда? Я из Украины, из города Днепроп. Так там не классно. Тут тоже Днепр. Сейчас одна нас с о-сити, вы член... Ну, из Днепра нас сейчас... Мы и добрый вечер, она нам с осити. Мы и добрый вечер. Она нам гадости говорит. Имеет право. почему уже вы развязываете агрессивные войны против украины мы развязываем и общение если все говорят одно и то же может надо задуматься они не думали то развязывал в россии луганск мы развязывали другое как вы развязывали что значит это другое это не другое тоже вы развязывали этот конфликт на земле ты живешь вы 20 февраля 2014 года начали агрессию против украины бедно вы такого дату назови причем тут бедно эти говорю вы начали 20 февраля 2013 года агрессию против украины 20 этого 24 февраля 2022 года вы начали полномасштабную войну до этого высыклива вели гибридную войну против украины скрывали всячески свое присутствие на территории украины сейчас начали вот в открытую воевать причем тут бедная у и потом вы удивляетесь что вам люди говорят чтобы сосали кашу вам еще сказать можете жопу нас отлизать чут тоже неловко стало да неловко тоже нормально нужды мужик такой сколько лет 50 ты говоришь про жопу от лизы вообще больной и живешь стране солдаты которые сейчас пытаются оккупировать наши города которые убивают наших солдат которые насилуют наших женщин которые хотят забрать у нас нашу независимую если надо я тоже приду чё-то раз по нашей конституции по нашей конституции запорожская и херсонской области составу входит состав россии и мы сейчас освобождаем свои территории по вашей конституции путин общей сидеть должен у вас есть статья за развязывание войны агрессивной не расскажи у вас в россии статья за развязывание агрессивной войны каким образом тогда запорожская херсонская область вообще попали в состав россии дружи Ну, не дружи, это и так, по привычке. По привычке. Если бы была война, у вас бы все... Так есть война. Как эти... Хорошо, как эти территории попали в состав России? Без областного... Без областных центров. Как они вообще... Как? Как? Как у вас область попала в состав России, если в этой области даже люди не голосовали? Как не голосовали? Все по желанию людей. Ты что? Как? По желанию людей, если что-то сделать, должна проголосовать область. У вас же нету всей области, чтобы она голосовала. Откуда вы знаете? Как? Не знаю. Че, пришли и силком заставили. Так так и сделали. Пришли, силком заставили. Право сильного, да, силком. Право сильного. Это ваш... Как вы между собой разберитесь? Вы или... Ну да, мы силком, типа, заставили, типа, мы этого не делаем. Или по праву сильного все-таки. Вы ссыкливо об этом говорите. Или вы, как бы, говорите, что вы оккупанты. Да, тоже. Он говорит, силком. То есть, никто не спрашивал. Придут в Киев, присоединят Киев к России. Никто вас спрашивать не будет. Ну вот, я же говорю, вы оккупанты. А теперь ты говоришь, за что говорят, чтоб ты хуй сосал. Ну вот, блядь, за это и соси хуй. Потому что ты дурачок, который считает, что можно прийти и силком территорию присоединить к территории другого государства. У него камера зависит. Господи, что за люди? Это ты что, другого, про жопы, про сладенького. Что это вообще было? Ненормальный как бы. Некоторые территории современной России входили в территорию, ну, были частью территории Руси. То есть, это были, так называемые, там, залезья. То есть, это не, там, центр государственности. Это те были территории, которые подчинялись, по сути, центру, который находился в Киеве. И Россия же, ой, Россия. Москва оккупировала эти территории. Сейчас вам скажу. Это Псковская, Новгородская, Смоленская области. Это те области, которые хоть имеют какое-то отношение к Руси. И эти территории, которые имеют отношение к Руси, Московия оккупировала в 1462-м, в 1478-м, по-моему, и еще там дальше. Ну, я думаю, что нет. Ну, думайте, что хотите. Это же просто исторический факт. Почитайте. Ну, да, мне тоже кажется, что надо книжки истории поднять. Идите, это даже не надо каких-то... Ну, вы же понимаете то, что в Украине не было такой страны вообще никогда в жизни. Украина, Украина как страна существовала, наверное... Украина сколько? 12 лет? Украине? Как стране. Как стране, да. Как стране, еще в 17 веке Украина была. Да, несколько, 20. С 92-го года, давайте по математике. Во-первых, это не 12 лет, а во-вторых, еще в 17 веке существовала Украина. Ну, по математике давайте посчитаем. Сегодня 23-й год с 92-го года. Не с 92-го, думайте. Ну, почему? потому что я еще раз говорю неправильно из 92 надо тогда историю смотреть до 91 россия россия как и украина записано как 41 45 а на самом деле началась в тридцать девятом году когда фашист и рма кому не нападать на советский союз в советском союзе тогда были все украинцы украине украинцы а украинцы не вы неправильно понимаете смотрите в 1939 году 2 сентября 1939 года нацистские войска нацистские войска зашли на территорию польши пересечая ее западную границу восточную границу польши 17 сентября пересекли коммунисты то есть советский союз получается две страны начали вторую мировую войну с хлебом а мы 20 не встречали солью с хлебом были у них боестолкновения с советскими войсками приложить вот где встречала украина с солью и с хлебом фашиста когда он нападал на весь советский союз когда украина встречала солью с хлебом вы сейчас говорите про первые вторые третьи украинские группы армии лишь вот так же как сейчас армения нас подставила и поехала его жена и жать зеленскому руку ну так видите а что вам не нравится так нам не ну нам все нравится все туда не ну не надо ничего делать сидите терпите в россии это страна лох в жизнь постоянно все обманывают вас как-то все посмотрите вот у нас уже луганская область донецка мы вроде лохи да в итоге у нас самая большая страна и мы живем при пике перепим при пил и возра у вас зарплата ниже чем в эстонии вы в эстонии до сколько в эстонии люди получать 1400 евро в месяц не ну да ниже я бы я вот получать 200 тысяч рублей но как вы же как вы живете припеваючи тогда ну вот у меня помидоры 13 рублей стоит огурцы 18 рублей стоит картошка у меня стоит 6 рублей а ну все-то я буду даже веселись рублей тогда живете припеваю не видение был я плачу за интернет и за телевидение я плачу 213 рублей в месяц и вместе с телефоном это у меня три телевизора вот вот по квартире вот такие вот три телевизора он там один тут один и в спальне три телевизора у меня стоят я вот за три телевизора за интернет 213 рублей я плачу вместе с телефоном безлимитный интернет вот это вот россия а я я жил у вас я ездил к родственникам я жил в донбассе когда не не еще не зародилась война я был там в 2004 году в донбассе и вот эти вот ваши гривны тысячу рублей тратишь и 250 гривен меняешь и вот на тот момент это был в донбассе и в донбассе и вот это был